Всем привет! В этом видео я расскажу как запустить командную строку Windows 10, 8 или 7, а также ознакомимся с ее основными командами. Стандартным способом запуска командной строки в Windows 7 является ее запуск из меню «Пуск». Для этого откройте меню «Пуск», «Все программы», «Стандартные», «Командная строка». В случае необходимости ее запуска от имени администратора, кликните на ярлыке «Командная строка» правой кнопкой мыши и выберите «Запуск» от имени администратора. В Windows 8 и 10 Microsoft упростил доступ пользователя к основным командам управления и настройке операционной системы. В них появилось подтекстное меню кнопки «Пуск». Еще его называют меню Windows Plus X. Поэтому, для того чтобы запустить командную строку Windows 8 или 10, кликните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» или нажмите комбинацию клавиш Windows Plus X и выберите «Командная строка» или «Командная строка» Администратор. Имейте в виду, что в версиях Windows 10 начиная с 17.03 Creators Update в данном меню вместо «Командной строки» уже находится Windows PowerShell и Windows PowerShell Администратор. Для того чтобы вернуть командную строку на привычное стандартное место в Windows 10 Creators Update перейдите в Параметры – Персонализация – Панель задач и отключите пункт «Заменить командную строку оболочка Windows PowerShell» в меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск». После отключения данного пункта, командная строка сразу же вернётся в привычное место. Нет даже необходимости выходить из учётной записи или перезагружать систему. Описанные далее способы будут актуальны для всех версий Windows. Итак, чтобы запустить командную строку, введите в поле поиска в Windows «Командная строка» и система предложит вам ссылку на приложение «Командная строка». Кстати, поле поиска можно также открыть с помощью комбинации клавиш Windows Plus S. Чтобы запустить командную строку от имени администратора, кликните на данной ссылке правой кнопкой мыши и выберите функцию запуска от имени администратора. Из поля поиска можно также запустить командную строку, вбив туда команду «CMD». Далее. Нажмите комбинацию клавиш Windows Plus R. И введите в поле инструмента «Выполнить» команду «CMD». ОК. Ещё один способ. Командная строка – это обычная программа Windows, представляющая собой отдельный исполняемый файл «cmd.exe», который располагается в папке на диске «c.windows.system32». То есть, вы можете запустить её прямо оттуда. Если нужно вызвать командную строку от имени администратора, запускайте через правый клик и выбор нужного пункта контекстного меню. Также, вы можете создать ярлык «cmd.exe» на рабочем столе, в меню «Пуск» или на панели задач для быстрого доступа к командной строке в любой момент времени. Вот и всё. Ничего сложного. Возможно, это не все способы, но основные я описал. Перейдём к командам командной строки. Чтобы посмотреть список команд командной строки, запустите её удобным для вас способом и введите «help». • Enter. В результате, командная строка выдаст список всех своих команд. Также, для получения сведения об определённой команде наберите «help» и имя нужной команды. Описывать в данном видео я их все не буду, т.к. это займёт несколько часов, но краткое описание каждой из них вы здесь сможете найти. Если у вас особый интерес вызывает одна из команд командной строки, задавайте вопрос в комментариях и я на него обязательно отвечу. А по самым популярным даже запишу видеоролик о том, как её использовать. На этом всё. Если данное видео было полезным для вас, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи!